чао развалилась хотелось сделать показать свой пузик и получилось ну ладно с добрым утром фитнес форсу полема кона аллона камила ладно еще раз дело еще соблю ходить больших и башка а а далее а так а все красота Аква кон лимона, аква кон лимона, и фитнес форце полермо, кон Алона Камила. Вкусно так, а? Так, встали, и немножко сделали вот такие вот движения. Танцевание. Немножко сделаем танцевальное. Раз, два, пум. Раз, два, пум. Легкие походочки. Плечики, плечики, плечики. Показываю, стонулись на колени и показываю. Вперёд, 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 вперёд. Хорошее упражнение. Хорошее упражнение. Ну ладно. Короче, как-то мы так сделали. Раз, два. Раз, два. Только это стоя, а я на колени. Хорошо. Пум, 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 пум. Ну что, приступаем. Немножко развеселилась. Опускаю эту рубашку. Всё. Животик, всё хорошо. Но я всё же буду говорить, чем старше мы становимся, тем мы становимся мудрее. И когда мы становимся мудрее, нам кажется, ай, не надо нам этот фитнес, ай, не надо эта гимнастика. А нет. Я даже, вот, не то, что я делала какой-то эксперимент, а просто так получилось, вот я в путешествиях, ну не могла заниматься фитнесом, так как я делаю это в образе жизни. И что? Тут повисло. Ляшечки повисли. Бёдрышки повисли. Живот повис. А почему? Да, конечно, я много ходила. Да, конечно, много впечатлений. Но всё-таки мышцы есть на всём физическом теле. И, конечно, очень хорошо их укреплять. По-женски, по-чуть-чуть. Вот, к примеру, сделали 10 раз вот эти вот упражнения. Раз. Вот просто 10 раз. Право, влево – это один раз. Вот и делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Восемь. Девять. Десять. Хорошо, хорошо. Укрепили вверх, вниз и боковые мышцы. А это как раз-таки тонкая таля. Какая-то мне эта рубашка не показывает мне тонкую талю. Ну ладно. Следующее упражнение. Велосипед. Опять же, правая-левая нога – это один раз. Делаем. Вот просто вот такой вот велосипед. Раз. Два. Три. Хорошо. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Все же. Тоже неплохо. Следующее упражнение. Смотрите. Ручки назад. Ложимся. Ручки вперед. Встаем. Очень просто, очень легко. По чуть-чуть. Видите? Опа. Встали. Ручками помогаем. Ручками помогаем. И просто делаете удобно для себя. Это легко. Если тяжело, не врите. В крайнем случае, берете за любой диванчик. Вот я сейчас покажу. Вот диван. Диван. Вот диван, ножки. И помогаете ножками. Давайте с вами сделаем десять раз. Так. Сейчас. Оп. Поверну немножко на диван. Вот. Закрепили ножки. Да. Просто сделайте десять раз. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Немножко сложнее. Шесть. Семь. Можете ручками помогать. Восемь. Помогайте ручками. Девять. Десять. Хорошо. Ну, опять же, как всегда, мое любимое упражнение. Хорошо. Отлично. В конце, ну, если у меня будет на то желание, я станцую. Возьму. Можете будет ставить. Так. С животиком. А, ну, давайте на низ животика тоже вот такое упражнение. Раз. Видите? Просто вверх. Просто вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А. Есть. 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 Ну, и немножко давайте усилимся. Все-таки сделаем упражнение на ручки и вообще на все тело. Это очень хорошее упражнение. Берем так. Оп. Вот. Я вот выбираю. Опс. Опс. Так. Чтобы это было видно. Штаны. Вот. Да. Ручки. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Немножко быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Девять. Десять. Опять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Оу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И раз. Оу. Мама миа. Девять. Десять. Оу. Животик классно работает. Мы еще раз повторим. Оу. Так. Я одену резиночку. Жарко. Жарко, жарко. Резинку одела. Резинку одела. И опять ножки. Ножки. И делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Один комплекс. И вот эта штучка бьет. И следующее. Они классные. Честно, классные. Животик работает. И все мышцы тела. И еще раз. Только вот так вот бок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И побежали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. О! Есть. Хорошо. Ручка. Оп. Потянули. Отлично. Ручка. Оп. Потянули и... Хорошо. О! Это мне так захотелось. О! Жарко. Так. Сделали. Старко. Фраг any damage! Новое следующее вам придумать. Ну, давайте пойдём по лёгкому. Моё любимое упражнение. Мостик. Мостик. Легли. Ну, мы немножко активно позанимались, немножко активно позанимались. А теперь мостик для ягодиц очень хороший. Очень хороший. Немножко его усложним. Я хочу улечься так, чтобы им не было видно. Так. Так. Хорошо. Встали. Видите? И раз. Зажали ягодицы. Два. И просто зажатые ягодицы. Не расслабляя. Вверх. Вниз. Коленки смотрят вперёд. Угу. И так делаем 10 раз. Медленно. Приятно. Хорошо. Пять. Шесть. Не дотрагивайтесь. Пола. Семь. Ягодицы зажаты. Восемь. Девять. Отлично. Десять. Так. Зажатые ягодицы. И всё время вверх. Десять раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Остальные ягодички. Они зажаты. И просто коленки вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Поддержали ещё 10 минут. Раз. Два. Три. Четыре. Зажаты. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И опускаетесь плавно. Один диск сложите. Второй диск. Третий. Поясничку. Оп. И потом все ягодички и коленки вместе. Отдыхайте. Вот. И растягиваем. И ещё раз повторим. Этот комплекс. Он очень простой и эффективный. Также растягивается передняя поверхность тела. Вот эта вот передняя поверхность растягивается. Опять ставим мостик. Да? Удобный. Да? Дыхание свободное. Да, как вам хочется. Вдох. Выдох. Или выдох. Вдох. Это неважно. Важны зажатые ягодинцы. Шесть. Задержали. И только вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Задержали. И только коленки вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И опускаем. Один диск. Второй. Третий. Четыре. Медленно. Приятно. И к себе ягодички. Ой, как хорошо. Если есть болевые ощущения, это упражнение сегодня не делайте. Классно. Классно. Все. Это очень просто упражнение. Я его люблю. Что бы еще такое сделать? Давайте немножко сделаем растяжку. Положили для два коленка. Это вот вперед. Пускай потянутся ягодички. Еще хорошо потренироваться и растянуть. Оп. И две ягодички. И посмотрели. Класс. Хорошо. Ну, на сегодня достаточно. Все-таки понедельник. Важно делать, чем не делать. Вот это главный девиз дня. Лучше делать, чем не делать. Потянули. Так. Смотрите, опять же, ножка назад. Да? Это вот вперед. Сели. Хорошо. И легли на ножку. Легли. Хорошо. И потянулись. Хорошо. Вдох и расслабляющий выдох. Ниже. Отлично. И все то же самое на другую ножку. Ножка назад. Это вот. Вдох и расслабляющий выдох вниз. Расслабляйте тело и ложечки. О, как хорошо. Хорошо. Так. Опс. Но сейчас, конечно, сделаем немножко для рук. Немножко для рук. Оп. Шейка. Шейка. Хорошо. Покрутили вперед. Только полумесяц. Раз. Раз. Два. Три. Раз. И назад. Раз. Два. Хорошо. Ручками. О, какая я мокрая. Жарко. Жарко. В полермо очень жарко. Оп. Ты даже удивляешься, как я делаю фитнес. Наверное, поставила себе такую задачу. Сегодня пятые лунные сутки. Пятые лунные сутки, они дежды ныжные, активные, материальные, действенные. Вот. Я потом выложу пост. Но если кому интересно, почитайте. Вот. И, конечно, это начало лунного цикла, поэтому планировать, придумывать, фантазировать и выбирать действия, чтобы идти к этой надуманной цели. Хорошо. Ручки соединили, разоединили. Раз. С задержкой. Два. Три. По пять раз. Четыре. Пять. Хорошо. Положили. Положили. И вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Очень простые. Переложили обратно. Раз. Два. С задержкой. С задержкой. Три. Четыре. Пять. Вверх. И свой лишний раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Сейчас я покажу несколько упражнений для лица, которые взяты из курса Светланы Тишковой. И я их делаю в образе жизни уже три года и ни разу не пожалела. Мне нравится делать массаж лица после фитнеса, потому что все разогрето и, конечно, укрепляется очень хорошо. Так, конечно же, ну, у меня такая майка, что не позволяет вот это вот размять, вот так вот взять, протащить. Но это я покажу завтра. Хорошо? А сегодня, ну, так как я уже сделала утрешний массаж, сейчас я просто играюсь опять в эту игру, делаю массаж. Кстати, тоже мои рекомендации, девиз дня. Лучше сделать, чем не сделать. И делайте все это играючи, играючи. А мне нравится. И просто играйте в такую игру. Приятную, красивую и созидательную. Так, плечики мы, оп, назад. И круговые движения языком. Десять раз в одну сторону, десять раз в другую сторону. Потом вверх-вниз такой заборчик, к уху. Потом этот заборчик идем опять к губам. Опять к уху, к губам. Потом мы просто толкаем в одну сторону. Потом половиночка, половиночка. Ну и все. Приступаем. Десять раз в другую сторону. Десять раз в другую сторону. Мнете. Конечно, хорошо вот такое делать. Крошь мнете. Это тоже из курса Светланы Цижковой. Вот. 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 Хорошо вот так вот делать. Как бы вправляете кожу. Это опять же из красота без времени курса Светланы Цижковой. Я это делаю. Я это делаю. Мне это нравится. Вот такие вот вилочка. Показываю вилочка. Оп. Оп. Вилочка. Вилочка. Делаем. Угу. Делаем. Хорошо. Вот. Раз. Да. А, вот это вот еще мне нравится. Делаем. Делаем. Тоже. Оп. Конечно, это все делаете на масло. Да. Потому что не надо тянуть кожу. Вам нужно укреплять мышцы. У меня, я масло люблю и пользуюсь только маслами. Вот как на покупай себе в Тунисе, где еще там в Египте. Вот такие вот хорошие. Хорошо. Вот там такие вот лапки. Ооо. Вот когда происходит такой вот вдох и выдох, это значит жизнь состоялась. Да. Вот это можно так вот побить. Ай, как хорошо. Также голову почесать. Не без этого. Я когда мой волосы, я всегда беру потом и шевелю. Вот, кстати, тоже можете пошевелить тебе шлем. Так, берете и шевелите, не жалеюще все волосы останутся ваши у вас. Бровки. Оп-оп-оп-оп-оп. Бровки. Это опять из курса стана. Погладили бровки. Хорошо. И вот такая вот волна. Я ее очень люблю. Вот эту волну я делаю часто. Вот. Ну и все. Вот это вот массаж лица. Ай, ручки подняли. На голову опустили. Сказали, кто молодец? Я молодец. С утра вода с лимоном. Это классно. Валерия Амирата. Чао. Пьячер. Пьячер. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, если меня Валерия смотрит, то я расскажу то, что я просматриваю биографии персонажей разных людей. Считаю, что каждый день что-то новенькое. Есть такая дама. Это некоронованная королева Генриха II. Зовут ее Диана де Пуатье. Диана. Ну, говорят Диана. Диана, да? Но на самом деле Диана де Пуатье. Она его была на 20 лет старше. И была очень красива. Очень красивая молодость застыла у нее на всем ее физическом теле. Поэтому и историки писали, и те, кто ее видел, тоже описывали в своих книгах, писали картины, что она была невероятно красивая. Это была единственная любовь короля, французского короля Генриха II. И секреты ее молодости были очень просты. Очень просты. Это фитнес. Это фитнес. То бишь, она каждое утро вставала в 5 утра, садилась, обливалась холодной водой, обливалась холодной водой, садилась на лошадь и скакала 2 часа. Возвращалась домой опять же, ледяной водой обливалась. То есть, у нее были заготовлены куски льда, этими, этой водой ледяной она обливалась. Потом она не пила алкоголь, считала, что это для кожи лица очень плохо и не волновалась никогда. Тоже она считала для молодости красоты. Это очень сильно вредит. Стрессы и волнения. Поэтому она максимально старалась, ну, она не волновалась при любых стечениях обстоятельств. Более того, что ее были рекомендации в течение дня делать приятные действия. Делайте все, что вам нравится. И на ночь она засыпала с радостной улыбкой, с осознанием счастья и радости. Соблюдала циркатные ритмы дня. То есть, солнце вставало, она двигалась. Потом она утром отдыхала. После раннего подъема она где-то утром 3-4 часа спала. И потом она приступала к государственным делам. Это та, единственная, королева. Больше такой королев не было. Которая при государственных документах должна была быть ее подпись. То есть, создал такой указ Генрих II, что без ее подписи этот документ не имеет своей силы. Единственное, вот такая женщина. И они долго так были. Был треугольничек такой, любовный треугольничек. Генрих II, Диана де Пуатье и Екатерина Медичи. Кстати, Медичи тоже интересная женщина. Очень интересная. С таким волевым характером. Тоже, если интересно, посмотрите. И все можно брать, черпать из истории. То, что было много-много-много веков назад. Не особо не надо придумывать велосипед. Потому что это уже было. И я это тоже демонстрирую в своей жизни. Хотя я это не знала. Но когда стала изучать историю немножко поглубже разных персонажей, то поняла, боже мой, я все делаю то, что делали тысячи-тысячи лет тому назад. Что-то еще вам хочется сказать? Ну, скажу. Скажу. Скажу про стресс. Про... Если какая-то пришла гневная эмоция. Даже выключи. Я этим пользуюсь. Это сказал великий философ. Я его назвать не буду. Но скажу его одну из цитат. Или его одну из действий. То есть, если у вас появилась какая-то негативная эмоция, злость, раздражение, негодование, обида, вина, это неправильно вынесенное вами суждение. Вернитесь в точку. Начало. Вынесите правильное суждение. Где вина, где обида? Нет. Очень мне нравится Светлана Тишкова, поэтому она всегда возвращает в ту точку, где начинается радость, счастье, ну и веселье в моей жизни. Все, что есть в моей жизни, это благодаря курсам Светланы Тишковой, потому что, ну, классно, новая информация, новое знание. И не зависать на всевозможных огорчениях. Но при этом, знаете, не бывает такого, что всегда будет улыбка, красота, и всегда правильно вынесенное решение. Все равно есть грусть, есть печаль, есть маленькие разочарования. Важно, как вы к этому относитесь. Я отношусь как к великий философу. То есть, если у меня появилось какое-то чувство, я возвращаюсь к себе и спрошу, где же я неправильно вынесла вот это суждение. Оно неправильное, потому что у меня появилась обида, потому что у меня появилось раздражение. Поэтому поживу чуть-чуть с этой обидой и потом сделаю все по-другому. Вот. Все. Это я вот немножко рассказала. Что еще такое? Я много чего делаю в течение дня, и благодаря Светлане Тишковой, глядя на ее и ее жизнь, как она так много успевает делать, то я делаю, наверное, 2% из того, что делает она. Но лучше сделать, чем не сделать. Лучше встать в 5 утра, хотя я не всегда это встаю, сегодня я не встала. Вот. Вернее, встала и опять слегла. Хотела делать фитнес или не хотела, но я его и сделала, потому что это энергия, это эндорфин, это молодость, это красота, это улыбка, это кровь заиграла, это эндорфины заиграли. Потом я поеду на пляж, сделаю некие еще свои дела. И больше жизни, ну, я считаю, что после 50, конечно, жизнь заключается из того, что ты наслаждаешься жизнью, природой, людьми, едой, общением, музыкой, гимнастикой, то есть все идешь в наслаждение. Ну, то есть до 50 я работала, от слова «ара», наверное, светила сама для себя. После 50 я отдыхаю, и спасибо Светлане Тишковой, что у меня есть такая возможность. Ну, и, конечно, мне, потому что у меня есть возможность купить. Что ж такое? И у меня есть возможность купить ее курсы. Сейчас будет нейронная сила человека. Сейчас нахожусь в кузове писательного времени. Конечно, пишу я каждый день. Мне это нравится, потому что какие-то мысли приходят, потом ты их пишешь на бумаге, потом это редактируешь. Но это интересно, это увлекательно. Всем хорошего дня! С вами была Алена Камила, фитнес-спорт и Палермо. Алла просиму! Сегодня пятые лунные сутки. Они достаточно очень сильные, активные, энергичные. Кожа в посте я напишу. Следите за мной. Чао! Фабло, Фабло, Чао, Валерия, Чао. Бон джерната, бона вита и филичета, филичета. Счастье, счастье. Радости и веселья. Опс!